Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Далее Субтитры создавал DimaTorzok Далее Субтитры создавал DimaTorzok 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 Телет Aquí Там открываются клапаны Два баллона и оттуда идет магистраль прямо на бак Тоненькая трубочка которую можно на видео увидеть и она открывает баллоны автоматические на баке и углекислота идет напрямым направлением в машинное отделение Это батарея и это металл мы видим коннекцион, это все коннекционно оборудование в горы в горы, мы видим есть лестница вы видите, что все камушки на карту нет? не формируется? Мануал потому что все камушки на карту нет, как тут детям это затушение в отделении с оборудованием открывается дверца и запускается Сюда, здесь срабатывает, открывает автоматом и без места идет в машину с бака. Этот автомобиль я пытался убить. Ты видишь, эта линия, эта линия, да? Эта позиция, но сейчас эта линия. И, вот, если вы имеете в виду и вы не можете убить, если вы не откроете... Как вы договариваете производство? Удачуя номер 2. Удом 2, это голову в полской. Гор helpful. Горой 1. А, голову в полной. Горой 2. Удом 2. Номер два. Я думаю, что это номер два. Потому что это очень большой карголь. И это 72 кольца. Карголь номер один 23 кольца. Продолжение следует. Продолжение следует... Все уже указывается, понятно, сабличка, сколько цилиндров идет в машину, сколько в трюма идет, в каждый из трюмов, ничего сложного нет. Главное следовать последовательности. Вот идем в Северном море. Я хотел бы подвеложить по поводу тревог, друзья. Самое главное это уметь тушить быстро пожар и покидать судно. И, как правило, это нужно вместе миксовать. Допустим, при пожаре, если погода позволяет, в светлое время суток, да может даже и темное, если начали тушить пожар, то нужно уже спускать заранее шлюпку. Потому что если возгорание будет сильным, то вы просто не сможете добраться до шлюпки. Если задымление будет, то могут люди погибнуть. Соответственно, в данном случае должен кто-то, один или два человека, заняться спуском, если это возможно. И чтобы фрифолбот, тот же плод, был скинут и уже в готовности бежал. Потому что если видите, что пожар реально серьезен, вероятность очень высока, что придется ждать помощь, а ее можно и не дождаться вовремя. Поэтому рассчитывайте только на себя. Готовьте все заранее. Это нигде не прописано, это чисто мое мнение. И я думаю, что это правильно, многие со мной согласятся. Вот. Это первое, что я хотел сказать. Второе. Тревоги по расписанию нужно играть всегда. Относиться к этому серьезно. У русских и украинцев, капитанов, всегда, в основном, было все четко. То есть они относятся к этому нормально. У других иностранцев, у некоторых, может быть, помягче отношение к этому. Это неправильно. Потому что люди приезжают на месяц, они думают, что за месяц ничего не случится. И когда ты сидишь полгода, а то и больше, ты должен быть готов ко всему. Вот. Сейчас уже очень много примеров. Тот же коллапс, который случился с судном Арвин. Судно переломилось, там шесть человек погибли. Хотя был день на играной стоянке, вроде, погода такая штормовая, но не критичная. Тем не менее, люди на ровном месте погибли. Это страшно вообще. Про Онегу я вообще молчу. Это рыбаска судна, да? Ну, в минус тридцать, в ночь у ребят вообще шансов фактически не было. Даже бы, ну, до плота, если бы не добрались, плоты там все замерзшие, они даже плотов не успели отдать. Там вообще к этому относились несерьезно. Плюс они еще привязаны были. Поэтому такого отношения не должно быть. Все должно быть готово к отдаче, к тушению. У меня все. Всем ребят, пока. Субтитры сделал DimaTorzok